Футбольное поле на стадионе труд покрыто живым газоном. Он мягче искусственного, игроки при падении меньше травмируются, а при этом натуральная трава требует тщательного и постоянного ухода. Готовить ее к матчу Кубка России «Волга-Зенит» начали 9 января. Тогда включили подогрев поля. Хлопот добавил обильный снегопад. Когда был снегопад, мы поле проветривали. Сегодня уже идут работы по самому газону, по стадиону. Если честно, уже два раза мы его приводили в полный порядок. Но за два дня. Сейчас приступим к третьему разу. Но опасений нет. Мы проведем игру. Должна состояться. Руководство добавило, отменить матч могут только при двух ситуациях. Если температура опустится ниже 15 градусов, и поле будет залито водой на 70%. На данный момент синоптики не пророчат такой исход событий. Губернатор лично проконтролировал готовность стадиона. Алексей Русских признался, что сам бы не отказался побегать по такому полю. Проверка Российского футбольного союза показала, оно полностью соответствует стандартам. Игру мы проведем здесь. Игра будет яркой, зелечной. Мы, конечно, постараемся показать свои лучшие качества. Шансы всегда есть. Будем надеяться, что всем ульяносам это событие очень надолго запомнится. К матчу отремонтировали раздевалки для спортсменов. Для «Волги» выбрали темные тона. Для гостевого «Зенита» – синие. Сама игра запланирована на 25 февраля. Билеты в продажу появятся с 20 февраля. Кассы будут работать на стадионе «Труд» со стороны улиц Энгельса и Карла Маркса. Руководство призывает не совершать покупку непроверенных источников в интернете, чтобы не попасться в ловушку мошенников.